Изрядно выпил, сел за руль и не страшась возил по городу пассажиров. Чем закончился бы проезд с хмельным водителем 52 маршрута, трудно было даже предсказать. Спасло то, что его заметила патрульная машина. Горе шофера арестовали, теперь его судьбу решает суд. Инспектор констатирует, встречи с нетрезвыми водителями в последнее время стали чаще. И не только. 2693 водителя за два месяца были задержаны за управление транспортом в нетрезвом состоянии. И более чем на 40%, а это 1560 водителей, задержаны за управление без водительского удостоверения. Не исключено, что в ближайшее время еще более ужесточат меры. За вождение в состоянии опьянения будут лишать не только прав, но и свободы. Сейчас в Государственной Думе имеются несколько предложений к поправкам закона. И одно из них сажать за решетку нетрезвых водителей на несколько лет. Больше внимания оренбургские инспекторы будут уделять зебрам. Работы начались еще в прошлом году. Из более чем 1600 пешеходных переходов в регионе на 283 удалось выявить нарушения и их устранить. При этом к административной ответственности было привлечено немало должностных и юридических лиц. Возбуждено 79 дел. Для того, чтобы значительно снизить аварийные случаи на пешеходных переходах, областной ГИБДД разработало макет, который ляжет в основу реконструкции зебр. Сейчас он на утверждение в городской администрации. Делается возвышение из асфальта, сантиметров 15-20. И уже на этом фоне, на возвышении делается пешеходный переход заранее. То есть знаки повышенной яркости, освещение пешеходных переходов, ну и дополнительный там желтый столь. Мы в ближайшее время разработали часть таких мер, мероприятий, предложили их городу. Посмотрим на их реакцию, городу Оренбургу, изыщут ли они возможности и средства, чтобы эксперимент такой провести в городе Оренбурге. Изменения ждут и тех, кто любит ездить на машинах с тонированными стеклами. С 1 июля вступит изменение в законе. К водителям таких автомобилей, которые не соблюдают требования ГОСТа, будут предъявлены самые жесткие требования. Накажут не только рублем, но и снимут с их машины номерные знаки. Екатерина Тихоненко, Владимир Семенов. Наше время.